Добрый вечер, уважаемые соотечественники! Сегодня я хотел бы обсудить в этом эфире глобальную акцию, которая пройдет 29 сентября во многих странах мира. Глобальная акция инициирована протестующими из Гонконга и поддержана такими ведущими странами, как Америка, Канада, ведущие европейские страны. Суммарно участвуют в этой акции более 40 стран мира. И я сначала коротко хотел бы рассказать ситуацию в Гонконге и почему мир подключился, почему мир поддерживает гонконговцев. Гонконг это Китай, это часть Китая, это территория Китая. И вот представьте себе, что там проживают чуть более 7 миллионов гонконговцев и на улице города выходит до 2 миллионов человек. Это фактически половина взрослого населения страны. Вот представьте себе, половина взрослого населения страны. Вот у нас в стране больше 18 миллионов человек живет, если убрать, ну считать, что это дети, около 6 миллионов человек, то есть у нас 12, больше 12 миллионов человек взрослого населения. Вот представьте, если бы на улице наших городов вышло бы 6 миллионов человек. Вот вы представьте, 6 миллионов человек. Вот такой масштаб событий происходит в Гонконге. Для тех, кто не знает, я хочу объяснить, почему в Гонконге протестуют. Дело в том, что материковый Китай, который подписал международные соглашения при возврате этого острова обратно под юрисдикцию Китая, Англия передала в 97 году. Там было заявление со стороны государственных китайских деятелей, соответствующие соглашения были подписаны. И Китай заявил, что одна страна, две политические системы. Имея в виду, что материковый Китай это политическая система, где доминирует единственная партия, коммуническая партия Китая, где нет на самом деле свободы слова. Это такая авторитарная, тоталитарная страна. И с другой стороны Гонконг это свободная страна. То наследство, которое оставила Англия, когда управляла этим островом. Это фактически демократическая страна была Гонконг. С демократическими законами, люди свободно выходили на митинг. И представьте, что это западная система. И вот, собственно, Китай не только объявил, но и подписал соглашение, которым взял на себя обязательство, что те правила, которые существуют, они не будут меняться. Как минимум, во всяком случае, на 50 лет было соглашение подписано до 2047 года. Тем не менее, материковый Китай, конечно же, не выполняет эти соглашения. И вообще, я не верю, что в одном государстве часть может жить по законам демократических стран, а другая быть авторитарной, жестокой, когда власть принадлежит узкой прослойке. Собственно, как это происходит в Китае. Но, тем не менее, Китай такое соглашение подписал. В итоге, сейчас Китай предпринял попытку, чтобы тех, кого подозревают, или против них выдвинуты обвинения в каких-то нарушениях, они могут быть самые разные, что этих людей могут экстрадировать на материковый Китай. Фактически, этот закон позволял Китаю экстрадировать из Гонконга активистов, те, которые защищают западные ценности, против тоталитарного строя. Таким образом, можно было вывести большое количество тех людей, которые влияют на сознание гонконговцев. Это в итоге за счет переселения и других действий, собственно, как обычно Китай делает в Суаре и других местностях, которые имеют якобы автономный статус, он размывает основную часть населения, и получается, что в короткие сроки, фактически, был бы построен тоталитарный строй в том же самом Гонконге. В Гонконге проживают китайцы. Я хочу ваше внимание обратить. Китайцы. И вот эти 7 миллионов китайцев против, чтобы на территории этого острова была построена политическая модель, которая существует на материковом Китае, тоталитарный строй. Они настолько против, что половина взрослого населения выходит на улицы. Половина взрослого населения. И вот, после этих протестов, собственно, длительных протестов, сейчас, по-моему, уже, я сейчас точно не помню, в общем, несколько месяцев уже этот протест идет, получается, что протестующие добились главного. Теперь материковый Китай эти требования снял, и теперь уже этот закон, они отказались даже обсуждать. Но протестующие требуют, они не останавливаются, чтобы освободили из тюрем тех, кто участвовал в этих протестах. Первое. Второе. Они требуют, чтобы главу администрации Гонконга избирал народ. По сути дела, они требуют, чтобы были нормы, которые существовали ранее, как в демократической стране, чтобы все эти нормы работали на территории этого острова. И понятно, что головной материковый Китай очень сильно сопротивляется. И гонконговцы, китайцы, обратите внимание, китайцы, они не хотят, чтобы в Гонконге были такие же порядки на материковом Китае. То есть здесь вопрос уже не стоит национальности или чего-либо. Они возражают, сопротивляются. И гонконговцы говорят, что материковый Китай хочет их сделать донорами. То есть их разрезать, их внутренние органы продавать. И, ну собственно, как сейчас в Китае поступает, когда преследуют различные религиозные течения, преследуют уйгуров, казахов, обвиняя их в экстремизме, обвиняя, что они продвигают ислам на территории Суар, размывают эту часть населения, большое количество китайцев перебрасывают с материкового Китая. И таким образом не дают возможность людям реализовать свое право. Право на свой язык, право на образование на национальном языке, право на вероисповедание, право на свободу слова. На них вешают ярлык экстремистов. И фактически весь Суар сейчас выглядит как концлагерь. Но мало того, что весь Суар так выглядел, теперь Китай построил огромное количество концентрационных лагерей, где по разным оценкам содержится до 3 миллионов человек. И, как я уже в предыдущем выступлении говорил, что фактически промышленным способом извлекают у людей, у живых притом, внутренние органы и продают это. Целые клиники существуют, которые занимаются распространением вот такого рода операций. Несколько дней назад я по этому поводу открыто и откровенно говорил. И говорил, что до этого, когда мне приходили такие материалы, я просто, откровенно скажу, до конца не верил. Но после того, как трибунал при ООН эти факты расследовал, изучил огромное количество свидетельских показаний, это уже стало просто абсолютной правдой, при том закрепленной судебным решением. И вы понимаете, что протест гонконговцев не случайный. Они против такого режима. Сами китайцы против. И цивилизованные страны поддержали. Я хочу обратить ваше внимание, что в первую очередь соответствующие заявления, обещания, что будут применяться различные меры воздействия на Китай, в первую очередь предприняли ведущие страны мира, как Америка и Европа. Не мусульманские страны, а именно Америка и Европа. Для тех, где превалируют именно ценности, права человека. Не национальность, не религия, а именно ценность человека. У каждого человека должно быть право. Право на вероисповедание, право на свой язык, право на свободную жизнь. Собственно, эти страны придерживаются этой политики, которая называется одним словом права человека. И поэтому гонконговцы получили массовую поддержку этих ведущих стран мира, которые обладают серьезным влиянием, серьезными возможностями. Китай более половины своих доходов, более половины своей торговли формирует с Америкой и европейскими странами. То есть вы понимаете, если эти страны начинают такую серьезную кампанию, мощнейшее такое давление, пока дипломатическое, пока на уровне гражданского общества, вы понимаете, что результат будет. И я думаю, что позорно, что мы, граждане Казахстана, стоим в стороне от всего этого. Потом мы должны понимать, что это не может пройти мимо нас, потому что власти Китая уже действуют на территории Казахстана. Они уже в Казахстане. Уже один человек по имени Нурсултан Назарбаев, не спрашивая у нашего народа ни согласия, ни показывайте сделки. Он затащил китайцев в нашу страну. Как я говорил, он с ними действует в бизнесе в доле 50 на 50. Это его личные признания мне. Личные. Когда я его упрекал, что происходит, почему наш национальный капитал не может работать в нефтегазовом секторе, в других крупных секторах, он мне сказал прямо, ты же мне долю не даешь 50 на 50, а с Китаями работаю 50 на 50. Дай мне долю, тогда и ты будешь работать. Вот видите, какой президент страны или нынешний, как говорится, Ельбасы, представитель Совета национальной безопасности, орудует в нашей стране. Это самый настоящий душпан, враг нашей страны, враг нашего народа. И мы не можем говорить, что да, в Китае пытают казахов, уйгур, кыргызов, другие национальные меньшинства, мы будем стоять в стороне, что это правительство здесь и наш вопрос не решает. Как мы поможем Китае? Мы очень просто. Мы очень просто можем это решить. Есть китайские инвестиции, они работают в нашей стране. Мы не можем относиться хорошо к китайским властям, если они плохо относятся к национальным меньшинствам в самом Китае. Если они преследуют за язык, за веру, сносят мечети, пытают в конституционных лагерях, фактически у живых отбирают внутренние органы. Как мы можем стоять в стороне, зная, что Китай закабалевал нашу страну, то есть мы попали в кабалу. И когда разные советники голоса Назарбаева, Плиссея Ертезбаева рассказывают в сказке, что Китай стоит якобы по инвестициям на четвертом месте, вы не верьте, звучит так. Первое это Нидерланды, это маленькое такое государство. Второе это Соединенные Штаты Америки, третье якобы Швейцария, четвертый Китай. Не верьте. Я сейчас вам просто объясню, что Нидерланды это просто налоговая зона, через которую приходят инвестиции. И оттуда как наши казахстанские бизнесмены, так и китайские создают компании и оформляют инвестиции или скупку активов через эти компании. Ну, в частности, Магистал Найгаз принадлежит на 50% китайцам. И у них существуют компании, зарегистрированные в Нидерландах. И поэтому в статистической отчетности не показываются инвестиции из Китая, идут инвестиции якобы из Нидерландов. И это касается многих китайских компаний, которые зарегистрированы именно в Нидерландах. Поэтому Нидерланды это просто, я так скажу, налоговый рай, налоговая зона, через которую идут даже инвестиции через казахстанские банки. И казахстанские банки занимают деньги на международных рынках, на своей компании, зарегистрированных в Нидерландах, и потом они приходят в Казахстан. И создается иллюзия, что маленькие Нидерланды оказываются крупнейшие инвесторы нашей экономики. Это неправда. Когда говорят, что на втором месте Соединенные Штаты Америки, я еще раз повторяю. Соединенные Штаты Америки работают в крупных проектах в нефтегазовом секторе. Они нашу же нефть продают. Часть этих денег инвестируют в развитие этих же нефтяных месторождений. Поэтому, если говорить о прямых инвестициях, очевидно, что Китай стоит впереди. Тем более, на третьем месте якобы стоит Швейцария. Я вам могу сказать, что в Швейцарии зарегистрирована компания Глинкор, которая владеет, например, цинковым предприятием Кассинк. Там же зарегистрированы собственники, такие как Машкевич. Они владеют, евразийская группа, крупнейшими предприятиями в нашей стране. Ферросплавы, феррохромы, энергетические станции, Соколово-Сарбайский комбинат и все прочее. Их собственники живут в Швейцарии, платят фиксированные налоги. И поэтому, чтобы вы понимали, эти три страны, Нидерланды, Америка и Швейцария, они в том числе смешаны с активами самого Назарбаева. Вы знаете, что Назарбаев владеет разными давами в Швейцарии. Его дочь живет в Швейцарии. Поэтому все эти инвестиции, они просто оформляют через те юрисдикции, где они проживают, где они имеют налоговый статус и так далее. Поэтому, я по этому поводу отдельно сделаю аналитику и покажу, что Китай номер один по всем инвестициям в нашей стране. Чтобы у всех была ясность. Теперь смотрите. Сейчас идут интенсивные встречи Такаева с китайцами. До этого Назарбаев, потом Литау Массивов и так далее. Вы же понимаете, это не случайность. Вы когда слышите их заверение, что Китай на самом деле, без Китая мы умрем, наше будущее и так далее, вы должны прекрасно понимать, что это продвигает государственные чиновники, у которых прямой интерес. И я многократно уже публиковал, показывал сделки, которые, например, в Ахтубе, практически вся нефть в Ахтубе, почти 97% добывается китайскими компаниями. Их туда привел кто? Назарбаев. Они получают откаты, всякие взятки. Я эти публиковал и буду еще раз публиковать, чтобы вы понимали. Поэтому присутствие Китая в нашей стране непрозрачное. Они рассказывают о 51 предприятии, потом 55. Потом вообще, когда Назарбаев сам это подтверждает, выходят разные министры, говорят, нет, вы неправильно поняли, это все неправда, это все ложь. Затем китайский посол выходит и говорит, да, 55 проектов и так далее. То есть они уже даже врать не могут одинаково. Назарбаев говорит, да, посол говорит, да. Правительство говорит, да, через некоторое время говорят, нет. Мы не знаем, сколько земель отданы китайским компаниям. Мы знаем, что очень много свидетелей выходит, рассказывают в восточном Казахстане, на юге Казахстана. Мы знаем, что в нашей стране присутствуют китайские банки. Мы знаем, что очень много китайцев живут в нашей стране. Мы знаем, что существует ситуация, когда им выдают паспорта. Это же все время выплывает. Это же не просто так. То есть все, что происходит с Китаем, все непрозрачно. И через какое-то время мы, собственно, как сам Гонконг, можем очнуться к ситуации, когда мы обвязаны. Таджикистан отдает крупный проект на своей территории. В Африке целые порты и другие территории тоже отдаются на 99 лет Китаю за долги. И эти долги же, вот как в Астане проект ЛРТ, так называемый, трамвайной линии. Больше миллиарда долларов кредитной линии была Китая. А выясняется, что этот проект в 4 раза дороже, чем он должен был быть. И опять же эти кредиты повесили на государство. То есть эта политическая верхушка формирует долги, загоняет страну в долговую кабалу. И мы об этом не знаем. Просто вот слева, справа выплывают отдельные лоскутки информации. И мы после этого начинаем бить по все колокола. Вы понимаете, какая тревожная ситуация? Притом это партнер, который организовал конституционные лагеря, которые преследуют национальные меньшинства в Суаре, казахов, уйгур, кыргызов и другие национальные меньшинства, сносят мечети. И наша политическая верхушка фактически своими руками затаскивает этих чудовищ в нашу страну. Я еще раз хочу оговориться, я не синафоб. Китайцы такие же люди, как все другие. Но мы здесь говорим о политической верхушке, агрессивной. Именно тоталитарные страны являются опасными и агрессивными. Таким же опасным был Гитлер, который построил тоталитарную страну, потом устроил Вторую мировую войну. Именно тоталитарные страны и их политическое руководство, которые захватывают власть и фактически народ придавливают, именно они становятся опасными. Они становятся опасными и угрозы становятся международными. Уважаемые друзья, именно поэтому 29 сентября по всему миру проходят глобальные акции противников тоталитарного режима Китая. И это не просто слова. Китай в нашей стране. Не просто Китай, не просто граждан Китая. Китайская власть, которая преследует национальное меньшинство, которая проводит договорившись с нашей политической верхушкой, а именно с Назарбаевым, различные сделки, распродает земли. Огромное количество земель вы знаете. Назарбаев втихую еще в конце 90-х годов, затем оформил в начале 2000-х, он просто передал Китаю безвозмездно. И все это засекречено. Народ в этом не участвовал. Вы видите, какая угроза, какая опасность нависает над нашей страной. Это не просто сосед зашел в нашу страну, просто делает бизнес. Через короткое время мы просто потеряем независимость. Именно поэтому, уважаемые друзья, 29 сентября в 13.00 мы призываем вас участвовать в глобальной акции глобальной акции солидарности против тоталитарного Китая. Против тоталитарного Китая, против экспансии Китая в нашей стране. В Астане в 13.00 эта акция пройдет около Байти-рек, в Алма-Ате по проспекту Жибек-Жилы, Нижний Арбат. Что касается региональных городов, здесь мы, уважаемые друзья, с учетом того, что осталось до акции всего два дня, мы вам предлагаем провести флешмоб в социальных сетях. Мы сегодня всю эту акцию запустим. Именно в эти дни, 28, 29, 30, массированная флешмоб акции по всей стране. Кто сможет, присоединяйтесь, организовывайте такие акции в областных центрах. Именно выходите так же, как в Алматы и в Астане. Я хочу, уважаемые друзья, сказать следующее. Это глобальные акции. Теми событиями, которые сейчас происходят в Китае, обеспокоен весь цивилизованный мир. Весь цивилизованный мир обеспокоен. И он будет действовать, этот цивилизованный мир. Мы тоже должны присоединиться. Я хочу сказать, что в связи с тем, что половина населения Гонконга взрослого вышла на улицы, это привлекло внимание всего мира. И именно весь мир сейчас солидарен с жителями Гонконга. Весь мир готов помочь. Это будет политическое давление, будет сильное давление. Когда мне говорят, что... Когда нам поможет Запад, например, да? Я говорю, во-первых, нужно ориентироваться на собственные силы, потому что вы же в своей квартире, когда приводите в порядок, не кричите в окно, «Эй, сосед, приди ко мне здесь почисти». Но, тем не менее, мы можем получить международную поддержку, если в этой акции именно против экспансии Китая будет участвовать огромное количество населения. В Гонконге участвовало половину населения. Если в этой акции будет участвовать сотни тысяч, то, я вас заверяю, мир поддержит. Потому что это является серьезной угрозой, угрозой человечества. Все, что происходит в этих концентрационных лагерях, это преступление против человечества, это геноцид. И это озвучено в трибунале при ООН. Это не просто мои слова, это не просто статья, это озвучил суд при ООН. Поэтому, уважаемые друзья, мы призываем вас 29 сентября присоединиться к этому протесту, к акции в 13.00 в Астане и в Алма-Ате, в Алма-Ате по проспекту Жбек-Жулы, Нижний Арбат, в Астане около Байтырек. Я уверен, что эти наши действия, безусловно, окажут на политику властей Китая. Безусловно, они приостановят и вообще прекратят преследование национальных меньшинств Суар. Наши требования, если они глобализируются, будут поддержаны международным сообществом многим странам мира. И мы добьемся прозрачности, озвучивания всех сделок, которые проходят в Казахстане. Мы не знаем, кто собственник этих 50 проектов, которые якобы будут строиться в Казахстане. Мы не знаем, что за проекты. Мы не знаем, как они повлияют на нашу экологию. Мы не знаем, сколько приедут работать китайцы в нашей стране. Мы ничего не знаем. И только наши активные позиции, наши активные действия могут это все остановить и получить еще глобальную международную поддержку. Потому что все, что сейчас происходит в Китае, именно в этих лагерях, это преступление против человечества. И мир это просто так не оставит. Алга, Казахстан.